Всем привет! Это Универ Ньюс в студии Лева Диденко. О событиях и жизни университета в ближайшие несколько минут. В КФУ продолжается раздача продуктовых наборов для студентов. Ученые КФУ планируют уже в мае создать тест на коронавирус. 22 апреля отмечается 150-летие Владимира Ильича Ленина. Лицеи КФУ вошли в топ-100 по конкурентоспособности выпускников. Рейтинговое агентство «Райкс Аналитика» составило ежегодный рейтинг топ-100 школ по конкурентоспособности выпускников. Рейтинг отвечает на вопрос, в каких школах наиболее высока концентрация выпускников, ставших студентами ведущих университетов страны. Для этого количество выпускников школы, поступивших на очную форму обучения, в лучшие вузы делилось на общее количество выпускников рассматриваемого учебного заведения. В топ-100 вошли лицей имени Лобачевского и IT-лицей Казанского Федерального Университета. К другим новостям. В мае 2020 года любой желающий может сдать тест анализ на антитела к коронавирусу. Несколько лабораторий по всей России трудятся над созданием подобного теста. В Казанском Федеральном Университете первый лабораторный образец уникального теста планируют получить к концу недели. Все подробности далее. Многие средства массовой информации активно пишут о том, что ученые Казанского Федерального Университета занимаются разработкой тестов на определение заболеваемости коронавирусом. 21 апреля профессор Альберт Резванов дал интервью для телеканала Универ-ТВ. Казанский университет как раз очень активно подключился к этой тематике. И мы разрабатываем как стандартную технологию, так называемый иммуноферментный анализ или ИФА, но для этого анализа требуется специализированная иммунологическая лаборатория. Так и тест-полоски. По сути своей это гибрид между глюкометром и тестом на беременность. В качестве биологического материала, в отличие от теста на беременность, для определения антител к коронавирусу будет использоваться капли крови. Первая система, которую мы все-таки запустим, это будет классическая ИФА, то есть на планшетах, а не на полосках для иммунологической лаборатории. И первые результаты мы надеемся получить уже к концу этой недели, если все пройдет хорошо. Сейчас мы нарабатываем белок коронавируса в нашей лаборатории, который как раз и будет сердцем этой тест-системы. По тест-полоскам сейчас наш индустриальный партнер проводит закупку оборудования, то есть для пилотного производства этих тест-полосок. Надеемся, что в течение трех, максимум четырех недель, это оборудование будет доставлено в Казань. Напомним, в Казанском федеральном университете группа профессора Альберта Резванова продолжает заниматься разработкой вакцины от коронавируса. Подробнее о разработке рассказано в интервью программы. Полностью ее можно посмотреть на телеканале Универ ТВ 23 апреля и на нашем YouTube-канале. Диана Желенкова, Универ Ньюс. В КФУ продолжается акция по раздаче продуктовых наборов студентам, оставшимся на самоизоляции в общежитиях. На прошлой неделе студенты получили продуктовую помощь, состоящую из картошки, продуктов первой необходимости и бытовой химии. В этот раз набор слегка изменился. Были добавлены курица, сливочное масло и консервы. Все подробности далее. В пакетах у вас есть мясо? Есть масло. Уберите в холодильник. 14 апреля указом ректора Ильшата Гафурова была организована акция по раздаче продуктовых наборов иностранным и иногородним студентам Казанского федерального университета, оставшимся в общежитиях на время самоизоляции. На прошлой неделе обитателям общежития раздавали картошку, макароны, крупы, чай, масло и бытовую химию. В этот раз продуктовый набор сильно изменился. Добавили мясные продукты, также добавилось сливочное масло. Это очень полезно. Ну и в целом он стал более разнообразным. Там стали продукты, которые долго не портятся. Это тушенка, насколько я помню, но сам я еще не смотрел. А, еще помню, был чай. Но в целом идея здравая и спасибо Кафуу за это. Мясо появилось, гречка, масло сливочное. В тот раз растительное было, в тот раз сливочное масло. Курица, сливочное масло, тушенка и пряники – это основные изменения продуктовых наборов для студентов по сравнению с прошлой неделей. Однако это не окончательный перечень товаров. Продукты будут меняться еженедельно. Помимо продуктов, первой необходимости, студентам также раздавали картошку. По словам некоторых, продукты у них остались еще с прошлой недели. Ну, картошку очень много. Картошки реально не много, я еще кудач не открывал. Вот, нахуй. Смотрим. Смотрим. Прямо будем все делать. Спасибо. Мне единственное не волнуется, но... Вы отметили, не там, где вы можете работать. Вы отметили, не держим. Спасибо. Работать. Напомним, ранее ректор Ильшат Гафуров заявил, что подобные наборы будут раздаваться иностранным студентам на протяжении всего режима самоизоляции. Также он отменил плату за проживание в общежитиях в этом месяце и снизил стоимость товаров в магазине деревни-универсиады на 50%. Все это сделано для того, чтобы поддержать студентов в оставшихся в общежитиях на самоизоляции в это непростое время. Лев Диденко, Алексей Румянцев, Универ Ньюс. Не знаешь, какие блюда можно приготовить из продуктового набора, поставленного по акции благотворительности университета? Тогда следующий сюжет специально для тебя. Не исключено, что не все студенты могут готовить для себя самостоятельно. Быстро и вкусно именно так можно приготовить суп из продуктового набора, предоставленного студентам Казанского федерального университета. Именно об этом поведал проректор КФУ по общим опросам Решат Кузееров, который на собственном примере показал, что набор продуктов, раздаваемый студентам, универсальный. Кстати, это видео полностью будет выложено в Ютьюбе и появится в трансляции нашего канала Универ ТВ. Я для вас сегодня приготовлю как раз куриный суп с рисом и с картошкой. Вот лук должен стать таким золотистого цвета. Все, высыпаем в один чай. Напомним, 13 апреля ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров поручил организовать помощь иностранным и иногородним студентам, оставшимся в общежитиях на самоизоляции. Ректор лично обратился с просьбой о благотворительных поставках продуктов питания компаниям и организациям Татарстана. Вклад в акцию группы «Нефис» оказался самым крупным. Уже 14 апреля продуктовые наборы получили студенты, проживающие на улицах Бутлерова, Пушкина и Гвардейской. В последующие дни апреля продуктовые наборы подоставили в общежитиях на Далекутуе и деревне универсиады. Все эти дни акции продолжались и в филиалах набережных Челнов и Лабуге. В каждом наборе картошка, рис, макаронные изделия, кетчуп, майонез, масло и бытовая химия. Одним словом, все необходимое, плюс добавили курицу, сливочное масло и кондитерские изделия. По словам ректора КФУ Гольша Тагафурова, раздача продуктов – это не разовая акция. Она будет продолжаться до окончания режима самоизоляции в стране. Лилия Талипова, Лео Диденко, Универ Ньюс. 22 апреля исполняется 150 лет одной из самых интересных фигур 20 века – Владимиру Ильичу Ленину. В августе 1887 года он поступил в Казанский университет, а уже в декабре был первый раз арестован и исключен за студенческие волнения, после чего выслан из Казани. О том, какую роль в жизни Ленина сыграла Казань – наш следующий сюжет. 1887 год – значительная веха в жизни юного Ленина. 29 июля Ленин подал прошение ректору Казанского университета о приеме его студентам на юридический факультет. С золотой медалью и отзывом от бывшего гимназического начальства 13 августа 1887 года Владимир Ульянов был зачислен студентом первого курса Императорского Казанского университета. Считается, что Казанский университет – это то место, откуда Ленин сделал первый шаг в революцию. Революционное крещение Владимира Ленина связано с актовым залом Казанского университета. Здесь 4 декабря 1887 года состоялась знаменитая сходка казанских студентов, имевшая резонанс не только в России. Именно в Казанском университете Ульянов обращается к трудам Маркса, то есть начинает изучать марксизм и принимает участие в большой студенческой сходке, которая аккумулировала недовольство студентов существующим университетским уставом. Это его было первое открытое участие в таком неповиновении официальным властям. За актовым залом, а ныне императорским, находится мемориальная аудитория номер 7 с сохранившейся партой студента Ульянова. Облик этой аудитории восстанавливал историк Григорий Вульфсон. Стоит отметить, что она вызывает наибольший интерес среди всех посетивших Казанский университет иностранных гостей. Сегодня вокруг Ленина не прекращается жаркая дискуссия. Одни считают его жестоким диктатором, другие – освободителем рабочего класса. Но, несмотря ни на что, до сих пор всякому, кто изучает политику, оппортунизм Ленина дает богатую пищу для размышлений. Примерно как для изучающего искусства полезно знание модернизма, безотносительно к тому, нравится ли ему такое изображение реальности. Камиль Гемоздинов, Универ Ньюз. А на этом у меня все. В студии был Лев Диденко. Продолжайте оставаться дома и смотрите на социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok